Всем привет! В этом ролике мы покажем вам, как получать разные оттенки на нержавейке и титане и посмотрим, главное, как линза влияет на конечный результат цветной гравировки. Также сделаем гравировку на нержавеющем ноже. В этом видео мы используем 30-ваттный излучатель Raycus. С ним мы не достигнем каких-то ярких оттенков, но нам это сейчас и не нужно. Мы хотим в целом показать принцип, как это работает и, главное, как линза влияет на итоговый результат. Давайте для начала разберемся, как на металле получаются разные оттенки. Если упростить, то нам нужно нагреть металл, который содержит либо титан, либо хром, до нужной температуры за нужное количество времени. Именно титан и хром это те металлы, которые, собственно, и дают оттенки. Хром присутствует, кстати, в нержавейке. Ярко выраженные цвета при гравировке начинаются на частотах от 80 кГц. Излучатели IPG дают больше всего оттенков как раз за счет большой частоты излучения. Верхняя планка достигает 100, а на некоторых излучателях даже 500 кГц. Если у вас уже есть маркер, пишите в комментариях, какой у вас стоит излучатель. Кстати, у нас вы можете заказать маркеры с любым излучателем. И чтобы узнать подробности, звоните нашим менеджерам или пишите нам на почту. Итак, мы сделали макет с матрицей частот. Частота снизу вверх это 30, 40, 50 и 60 кГц. 60 это верхняя планка излучателя Raygus. И мощность слева направо от 5 до 90%. В первом случае мы используем линзу 100 на 100. У нее маленький пучок, тонкий луч, и он как бы царапает металл. А на линзе 200 на 200 луч успевает нагреть его до нужной температуры. Поэтому на ней проще достичь нужных оттенков, чем на линзе 100 на 100. Заметьте, мы не меняем ничего, кроме линзы. И излучатель, и все настройки в обоих случаях абсолютно одинаковы. Давайте посмотрим, какой у нас получился результат. Теперь давайте попробуем отгравировать самый обыкновенный нож за 100 рублей, который я, кстати, принес прямо со своей кухни. Нержавеющие ножи такой ценовой категории, как правило, сделаны не целиком из нержавейки, а идут просто с нержавеющим покрытием. Поэтому при гравировке нужно быть аккуратными, осторожными и использовать низкую мощность, чтобы не прожечь и не повредить это покрытие, иначе потом ваша гравировка будет ржаветь. В данном случае мы добились желтого оттенка как раз за счет низкой мощности. А благодаря линзе 200 на 200 лезвие ножа длиной 175 миллиметров полностью поместилось на рабочем столе. И нам удалось сделать заливку всего ножа вот таким вот паттерном всего за один проход. Кстати, если ваш макет выходит за пределы заготовки, которую вы гравируете, подложите под нее обычный лист бумаги, и это спасет рабочий стол вашего маркера, потому что оптоволоконные маркеры практически не взаимодействуют с бумагой. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, и мы сделаем выпуск по клинкам уже посерьезнее с человеком, который профессионально увлекается этой темой. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных видео. Пишите в комментариях, что вам хотелось бы увидеть. Вы были на канале Лазеркат, меня зовут Евгений, пока!